Транспортное обслуживание по городу и району осуществляют 8 предпринимателей. Ежедневно на маршруты выходят 20 автобусов. В кабинете заместителя главы города Геннадий Курносов совместно с перевозчиками подвел итоги работы за 2013 год. Обсудили и стратегию развития на будущее, начиная от проблем в транспортной отрасли и заканчивая новыми маршрутами. Год перевозчики закончили хорошо, но без жалоб и нареканий работа не обходится. За 2013 год произошло 63 ДТП с общественным транспортом, 9 по вине водителей автобусов. На работу общественного транспорта в отдел по защите прав потребителей поступило 70 обращений за прошедший год. 7 обращений на группы отношений к пассажирам, 5 на курение водителя в автобусе, 1 на нарушение расписания движения автобуса, 2 по оплате за проезд, 2 по переносу останочных пириллионов и 45 на невыход автобусов на маршруты по расписанию. Всего в этой отрасли работает 80 человек, но зарплата водителей и кондукторов минимальная. Средняя зарплата в этой сфере по Рассказово составила 6 290 рублей, в то время как в Тамбове 17, а в Маршанске 7-8 тысяч. Маршрутная сеть должна развиваться, это одно из направлений, подчеркнул заместитель главы города Геннадий Курносов. В ближайшее время начнется развитие городской инфраструктуры, а значит нужно пересмотреть востребованность маршрутов, определить их экономическую выгоду и удобство для пассажиров, пересмотреть и провести работу с водителями и кондукторами. На прибыльность, кроме затратной части, большое значение влияет культура предоставления услуги, соблюдение графика движения, изучение мнения общественного. В этом месте остановка нужна в другом. И, конечно, ваше участие, поскольку вы самые заинтересованные в этом процессе люди, должно быть максимальным. Перевозчики высказывали мнение о том, что стоит пересмотреть принцип работы, чтобы и пассажиры были довольны работой, а предприниматели оставались в прибыли. Было предложено в качестве примеров работа в одинаковых условиях, когда индивидуальные предприниматели работают по круговой системе и меняются маршрутами. Либо нужна диспетчерская служба, которая будет контролировать и отслеживать необходимость автобусов по маршруту.